Доброго времени суток, Устюжане! С вами новый выпуск информационно-познавательной передачи «Школа безопасности». Сегодня мы поговорим о дистанционных мошенничествах. Почему эти преступления так сложно раскрыть и что нужно сделать, чтобы не стать жертвой аферистов? А поможет нам в этом временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Валентин Орлов. Валентин Сергеевич, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о дистанционных мошенничествах. Расскажите нам, что это за виды преступления такие, что в них входит и какие наиболее характерны для нашей местности. Уголовный кодекс Российской Федерации определено понятие мошенничества. Это как хищение чужого имущества путем обмана, либо злоупотребления доверием. Но дистанционные мошенничества это те же самые мошенничества, только они совершены дистанционным способом. Это либо посредством мобильной связи телефонной, либо посредством сети интернет. Это в основном звонки из службы безопасности банка под предлогом, там совершение уже типа мошеннических действий в отношении граждан, то есть после этого граждане передают свои данные, данные своих карт, либо какие-то поступившиеся смс-коды и прочее. Также у нас есть такие виды мошенничества, как через социальные сети, то есть переходы по ссылкам, либо переводы своим друзьям, якобы друзьям, знакомым, которым пишут в личных сообщениях денежные средства, то есть не проверив по факту на самом деле ли это вдруг или нет. Дальше это заказы в интернет-магазинах, которые у нас люди на непроверенных сайтах заказывают товар и после этого либо им приходит товар ненадлежащего качества, либо вообще что-то иное, то есть не представляющих какой определенной ценности. Также еще у нас распространен вид мошенничества, это через сайт объявлений типа Авито и прочее, то есть вносят люди предоплаты. А насколько часто у нас происходят вот эти дистанционные мошенничества, может быть угроза преувеличена? Ну по итогам 2019 года у нас зарегистрировано 149 фактов совершения мошеннических действий в отношении граждан. Из них 105 фактов это дистанционные, то есть как видите и статистики преобладают больше всего это дистанционное мошенничество. И граждане практически в течение 2019 года чуть ли не ежедневно обращались к нам для оказания им помощи, потому что в отношении них совершены данные мошеннические действия. По итогам января уже у нас имеется порядка 6 фактов совершения дистанционных мошенничеств. То есть можно сказать, что за последнее время дистанционные мошенничества стали более частыми, чем традиционные? Ну то есть если брать статистику и сравнивать ее с 2018 годом, 2019, то у нас общее мошенничество увеличилось на 16%, а дистанционное увеличилось с 89 до 105, то есть на 18%. А вот все-таки кто наиболее подвержен мошенничествам? Вот есть у вас такая информация? В основном у нас подвержены мошенничествам все слои населения, и от молодежи, и до пожилого возраста. Но конечно, если брать более, скажем так, глубоко, то соответственно это пожилой возраст, потому что это люди более старой загалки, более доверчивые и более легко их обмануть, чем молодежь. Почему же простые устюжания раз за разом наступают на одни и те же грабли? Как мошенникам удается войти в доверие и диктовать свои условия? Об этом нам расскажет профессиональный психолог Лариса Попова. Ну, для того, чтобы обмануть нас, вас, мошеннику, достаточно знать наше имя. Сейчас, чтобы узнать наше имя, информационные программы, сайты, где мы регистрируемся, доступ практически есть у всех. И созвучие вот именно нашего имени, оно делает нас более внимательным к тому, что нам говорят. У всех мошенников очень хорошо развиты навыки речевые. Эти люди знают, что речью можно пользоваться так же эффективно, как и языком тела. Следующее. Мошенники всегда устанавливают четкий лимит на время. То есть акция ограничена. Завтра цена будет уже совсем другая. Для чего это нужно? Для того, чтобы убедить своих жертв действовать как? Быстро, чтобы у нас не было времени посоветоваться с нашими близкими, родственниками, знакомыми и так далее. А как известно, когда наступает ситуация цейнота, то вот это вот рациональное мышление, самоконтроль, они всегда отходят на второй план. Очень часто мошенники действуют на наше смущение. То есть человек, который стал жертвой мошенника, очень часто предпочитает оставить это в секрете. Почему? Ему стыдно признаться, что мошенник обвел его вокруг пальца. Понятно, что жертвами мошенников очень часто являются люди пожилого возраста. Социально незащищенные люди, инвалиды. Это связано, может быть, с несколькими причинами. Во-первых, люди пожилого возраста часто подаются обману, так как быстрое развитие современных технологий, они просто не успевают. За развитием гаджетов, за развитием приложений. И поэтому знания о современных методах защиты информации им часто не хватает. Как видим, мошенничеством занимаются очень неглупые люди. Но нераскрываемых преступлений не бывает. Мошенников ловят. Правда, сделать это бывает нелегко. Ну, как вы сами понимаете, подобные дела, то есть виды преступлений очень трудно раскрываемы. Само слово дистанционно говорит за себя. То есть, в основном преступники находятся, скажем так, неизвестно где. Порой даже в других субъектах Российской Федерации и прочих других городах. И здесь проводится с сотрудниками, оперативниками ряд определенных мероприятий. Но если брать примеры из жизни, то у нас на территории района в прошлом году тоже один, так сказать, условный мошенник, 86-го года рождения, занимался, выкладывал через сайт Авито объявления. В основном этот гражданин действовал в период с марта по июль 2019 года. Все потерпевшие, скажем так, от совершения этого мошенничества были за пределами Мологодской области, то есть других субъектов Российской Федерации. Ну, и в ходе проведения с сотрудниками, оперативными сотрудниками, оперативно-разыскными мероприятиями данный гражданин был выявлен на территории нашего района. А как все-таки уберечься от действий мошенников? Что нужно знать? Здесь есть определенное правило. Да, то есть гражданам хотелось бы сказать, чтобы они никогда и никому ни под каким предлогом не сообщали свои коды, которые приходят им через смс-сообщения с данных мобильных банков, которые у них есть. Либо не передавали данные своих карт, номер карты, код с обратной стороны этой карты и прочие даты окончания срока этой карты. Ну, все вот эти данные, чтобы не передавали ни в коем случае никому. Дальше это не обращали внимания на эти звонки со службы безопасности банков, то есть если у них есть какое-то сомнение по этому поводу, то лучше самому непосредственно обратиться в банк. Либо перезвонить на номер горячей линии банка, который указан с обратной стороны ихной карты банковской лично, а не ждать входящих звонков. Дальше, если это сайты Авито либо прочее, то есть в обязательном порядке не передавать опять же свои данные банковских карт продавцу, то есть либо не вносить предоплаты по товарам, которые они хотят приобрести. То есть здесь все эти действия, получается, не делаются на свой страх и риск, но не рекомендуемо. Ну и быть бдительным, подвергать любые действия свои, в том числе сомнению, лучше 10 раз перепроверить, чем один раз отступиться. Вот и подошел к концу второй выпуск передачи «Школа безопасности». Не теряйте бдительности, следите за собой и своими близкими и будьте осторожны. До новых встреч! Программа выходит при содействии управления информационной политики Вологодской области.